Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. И накануне президента Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC заявил о том, что Украина не намерена выходить с захваченных территорий Курской области. Таким образом президент Зеленский ответил на вопрос телеканала, который поинтересовался планами Украины, заключается ли они в том, чтобы обменять эти территории, либо сделать так, чтобы Путин каким-то образом перебросил дополнительные войска на территорию Курщины. Белый дом сегодня планирует ввести санкции против России и обвинить ее в вмешательстве в выборе президента. Первые санкции уже были анонсированы. Министерство финансов США ввело санкции персональные против руководства Russia Today, включая главную пропагандистку, мать русской пропаганды Маргариту Симоньян, руководство РИА Новости, а также ряд корреспондентов пропагандистских телевизионных каналов. Также в Соединенных Штатах начался суд над гражданами США, которых обвиняют в сотрудничестве с ФСБ. Речь идет о членах так называемой Африканской Народной Социалистической Партии, которая получала деньги и указания напрямую с Лубянки. Индия активно помогает России в том, чтобы тайно поставлять в Россию необходимые компоненты для военной промышленности в обход западных санкций. Неожиданный поворот для страны, пример которой Нарандра Моли только недавно, на 24 августа, совершал визит в Киев, а до этого в июле он был в Москве. История с умершим китом по кличке Вальдемир, о которой я рассказывал несколько выпусков назад, получила неожиданное продолжение. Напомню, этот самый кит, которого подозревали в том, что он использовался для шпионских целей российскими спецслужбами, был вероятнее всего убит. На его теле нашли пулевые ранения. Об этом заявили норвежские организации по защите прав животных. И, наконец, Германия увеличит двое поставки систем ПВО в Украину после российского удара по Полтаю. Друзья, обо всем этом поговорим далее. Итак, сегодня Соединенные Штаты ввели санкции, которые связаны, в первую очередь, с вмешательством американских выборов. Они распространены на российское государственное агентство РИА Новости, телеканал Russia Today. И вся медиагруппа Россия сегодня, куда входят несколько иноязычных телевизионных каналов, а также соцсетей, которые к ним подвязаны. Речь идет о президентских выборах нынешних, 2024 года. Это уже стало доброй традицией. Каждый раз Соединенные Штаты вводят санкции против тех или иных российских субъектов и персональных замешательств в американские выборы. Это так было последовательно на протяжении всех трех последних кампаний. Как заявили в американском Минфине, санкции дополняют действия правоохранительных органов, предпринятые Министерством юстиции и Министерством иностранных дел США, которое обозначило группу Россия сегодня, пять ее дочерних кампаний, РИА Новости, РТ, ТВ Новости, Рут Пла и Спутник, как иностранные миссии. В состав персональных санкций, которые были введены, вошли ряд известных российских пропагандистов. Во главе, конечно же, с незабываемой и незабвенной, но, конечно, с сарказмом, Маргарита Симоньян. Также попали под действие санкций сотрудники Елизавета Бродская, Антон Анисимов, Андрей Кияшко, Константин Калашников, Елена Афанасьева. Ну и в целом, Белый дом планирует уже сегодня, то есть это будет, очевидно, ночью в Европе, в Соединенных Штатах, это будет ближе к вечеру. Белый дом собирается обвинить власти России в том, что они постоянно пытаются вмешиваться в президентские выборы 2024 года. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. И также CNN сообщает, что Белый дом публично осудит действия России. Ну вот, собственно говоря, вот это все уже мы видели, это все начало происходить прямо сейчас. Вот, и дальнейшая история будет иметь самые печальные долгогряющие последствия, поскольку вмешательство в американские выборы это крайне тяжелое федеральное преступление на территории США. Речь может идти не только во введении санкций в отношении тех или иных персонажей, она может также касаться выданных ордеров на арест тех или иных лиц, которые в случае пересечения ими границ иностранных государств будут арестованы и приобретены в Соединенные Штаты для отбытия там тюремного срока. Коснется ли это Маргарита Симоньян, пока не ясно. Опять же, весь пакет от санкций, в первую очередь, введен американским министерством финансов. Но, поскольку мы понимаем, там задействованы другие федеральные органы, там могут оказаться некоторые пункты, которые публично разглашаться не будут. Еще из любопытного, во Флориде начался суд над четырьмя активистами американской группы, которая выступает с антироссийских позиций. Все они являются членами Африканской Народной Социалистической Партии. Трое из них также состоят в так называемом движении Угуру, которое выступает за самоопределение африканцев, живущих по всему миру. Кроме того, глава этой партии, зовут его Амали Ешетила, сотрудничает с гражданином Российской Федерации Александром Ионовым, главой так называемого антиглобалистского движения России. Штаб-квартира этой организации находится в Москве, она финансируется напрямую Федеральной службой безопасности. Кроме того, известно, что Ешетила в 2015 году посещал Москву, при этом поездки оплачивались Ионовым, а фактически Федеральной службой безопасности. Они в частности проводили антиукраинские акции на территории Соединенных Штатов, требовали отмены антироссийских санкций, поддерживали петицию о геноциде африканцев Соединенных Штатов, которая подавалась в Организацию Объединенных Наций. Всем им грозит наказание, до 10 лет лишения свободы, тем не менее известно, что все обвиняемые отказываются принять вину, заявляя, что это является преследованием за их политические взгляды. Ну вот такие политические взгляды, работать на Рашу. Еще одна страна попалась на обходе антироссийских санкций, на этот раз Индия, и это в определенной мере сенсация, поскольку до этого Россия использовала в качестве заднего двора для избежания этих самых санкций другие страны, в первую очередь Китай, Турцию, страны бывшего советского блока, в частности ту же Армению, Казахстан, Кыргызстан. Теперь оказывается, что и Индия наладила тайный канал поставок компонентов для российской военной промышленности. Об этом пишет сегодня издание Financial Times. Издание ознакомилось также с перехваченной перепиской. Из этой переписки стало известно, что Министерство промышленности и торговли еще с 22 года разработало конфиденциальный план по расходованию 82 миллиардов индийских рупий. Это приблизительно соответствует 1 миллиарду долларов. И вот эти все каналы, собственно говоря, и определяли, и помогали России активно и безнаказанно с помощью индийских посредников обходить санкции и заниматься, в том числе получать необходимую электронику. Также сообщается о том, что компания, которая активно содействовала со стороны индийской стороны, это в частности компания Innovio Ventures, она поставила России электронное оборудование на сумму в несколько миллионов долларов. Тем временем Германия заявила о том, что она удвоит поставки систем ПВО в Украину после варварской атаки по Полтавию, в результате которой погибло более 50 и ранения получили свыше 200 человек. Немецкий канцлер Олаф Шольц, который посещал базу ВВС в городе Кили, заявил о том, что ФРГ поставит Украине еще дополнительно 17 зенитных ракетных комплексов IRIS-T. Четыре установки будут переданы до конца года, остальные 13 до 2026 всего. Германия передала Украине ранее официально 7 установок IRIS-T, которые зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. И они закрывали ряд крупных украинских городов, их, понятно, попадя на причины, называть не буду, но тем не менее они в значительной мере смогли изменить, скажем так, баланс сил. Тем не менее, сегодня была очередная трагическая ночь. Российская оккупационная армия нанесла ракетные удары и удары ударными беспилотниками по ряду городов на западе Украины. В частности, подвергся варварской атаке Львов. Также прилетели ракеты в Днепропетровскую область, в Кривую Рог. Сегодня во Львове, которое было атаковано двумя группами ракет, шахедами, в том числе гиперзвуковыми кинжалами, погибло семеро, среди них двое детей. Причем погибла полностью практически вся семья. Мать трое дочери, одна совершеннолетняя и двое несовершеннолетних. А отец, по счастливой случайности, остался жив. Он просто вернулся в квартиру за водой для своих девочек. И таким образом он остался жив, а все они погибли. Всего пострадали не менее 40 человек. Польша, кстати, уже объявила о том, что она окажет всю необходимую помощь в восстановлении Львова. Об этом заявил сегодня премьер-министр Польши Дональд Туск. Польская авиация вновь поднималась. По тревоге, тем не менее, они не сбивали в очередной раз, не сбивали ракеты и шахеды, которые летели по городам на западе Украины. Ну, собственно говоря, об этом уже заявлял министр на странах дел Сикорский ради справедливости. Он заявил о том, что надо сбивать все эти ракеты, но другие страны НАТО эту идею не поддержали. И, наконец, интервью, которое дал президент Украины Владимир Зеленский американскому телеканалу NBC News. Он заявил, в частности, о том, что Украина собирается бессрочно, бессрочно удерживать занятые территории в Курской области. Для того, чтобы заставить Путина как можно быстрее согласиться на переговорах. Тем не менее, он отказался отвечать на вопрос, планирует ли Украина захватить еще больше территорий в Российской Федерации. Он ответил, что не будет об этом говорить. И соображение секретности это так же, как и начало Курской области. Для полноценного освобождения Курской области России понадобится не менее 50 тысяч своих военных для того, чтобы выбить оттуда подразделения ЗСУ, которые там уже укоренились, укрепились, активно помогают гуманитарно. В том числе занимаются медицинской помощью, развозят воду, продукты питания, помогают людям выезжать, те, кто в этом нуждается. В общем, туда уже пришла нормальная украинская власть, хотя президент Украины заявил о том, что мы не планируем менять ситуацию там по украинскому образцу. В любом случае, эти территории будут удерживаться бессрочно с единственной целью заставить Путина сесть за стол переговоров. Ну и вполне вероятно, потом эти территории обменять на захваченные России и украинские территории, которые были захвачены в 2022, а также ранее в 2014.